Кубань-24 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 Смотрите, какое удивительное совпадение. Хор родился 14 октября. Это Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник наш православный. Один из больших праздников. И я пришел туда в этот день. Вот вопрос, так сказать, для неверующего все равно, а для верующего понимают, это промысел. Это вот знак. Вот это знак для меня. Вот зачем я родился на этой земле. Вот то, что я должен сделать. Все остальное ты можешь. Но это главное. Поэтому я и старался. Та миссия, которая была заложена нашими, так сказать, основателями, она была высокодуховная, высокопатриотичная. Вот ее и пронести в меру наших возможностей и способностей приумножить и нести все дальше. Поэтому я в свое время разработал концепцию развития. В 88-м году я получил в Академии наук СССР. Я получил премию за разработку и создание Центра народной культуры. Но вот видите, на сегодняшний день ее нету. Почему? Это вопрос. Понимаете? Потому что это надо изучать. Все было для того, чтобы сделать, но не удалось сделать. Но еще, говорится, не вечер. Поэтому я надеюсь, что все те планы, которые были у меня изначально, все-таки, так сказать, я попытаюсь их осуществить, пока, так сказать, Господь Бог терпенен на этой земле. А дальше я буду надеяться на своих учеников, на тех, кто, так сказать, пел в хоре, учился и так дальше. Они продолжат то дело, которое я продолжаю, то дело, которое делали наши предки. Понимаете? Они будут продолжать то, что делаю сегодня я. Поэтому Кубанский казачий хор устремлен в будущее. И здесь очень важно, когда Кубанский казачий хор едет, не важно, в Краснодаре или в Москву, о чем поет хор? О чем поют люди, которые поют? Все эти тусовки по телевидениях, о чем они поют? Они не поют ни о папе, ни о маме, ни о родине, ни об отчизне. Все то, что поется, поется, сказать, тебя хочу, тебя люблю и так дальше, я тебе все прощу. Взяли тему «я и ты больше чего нет». Но это неприкасаемо, это шоу-бизнес. Это страсть. Это вот там то, что есть. А мы поем, мы несем, мы опираемся на наши духовные традиции. И Кубанский казачий хор все свои репетиции начинает с молитвы. И только с молитвы. Думаю, что другого такого хора в России нет. Ибо мы светский коллектив сегодня, не церковный. Это вот первое. Дальше очень важно, что мы поем. Ни одного слова нельзя. При красивых мелодиях, аранжировках, все должно быть только. Высочайшая поэзия. Душеполезная. Та поэзия, которая поднимает людям дух. Вскорбится, сказать, она поднимает их дух. И наоборот, минуты уныния укрепляет, понимаете, выводит и так дальше. Поэтому у нас предназначение лечить души народные. А их надо лечить за счет духовной музыки, за счет народной музыки. Потому что если говорить о народной музыке, вы знаете, народные песни, они как формулы. Вы знаете, я в одном из интервью прочла, что у вас есть одна мечта. Вы признались, цитирую, чтобы кубанский казачий хор вместе с симфоническим оркестром дал концерт. Уже есть программа готовая. И почему этого до сих пор не получилось? Ну, этот вопрос надо очень-очень долго и длинно. Вот скажите, пожалуйста, сегодня в Краснодаре есть духовой оркестр. Я вам задам вопрос и телезрителям пусть подумают. Скажите, пожалуйста, если изначально он родился в кубанском казачьем хоре. А тогда ведь был певческий хор, духовой оркестр и симфонический оркестр. И сто лет на Кубане не было никаких учебных музыкальных заведений. Никаких. Все, кто учился петь, играть на любом инструменте, все были только где в войсковых хорах. Певческий хор и музыкантский хор, и духовой оркестр. Сегодня духовой оркестр есть. Но скажите, почему он не у кубанского хора? Зрители, задайтесь вопросы. Это должно быть все в составе кубанского казачьего хора. На этот вопрос не так просто. Ответьте, понимаете как? Поэтому я при великим удовольствии, но почему-то все проходит мимо. А это как бы решается у нас тут все на земле. Поэтому это требует отдельного. Мы сегодня ведь не знаем свои истории, музыкальные истории. Вот это то, что я говорю о зрителе первого. Вы знаете ли, дорогие кубанцы, что сто лет никто не обучал на Кубане музыке, пению, игре на инструментах. Кроме кубанского казачьего хора. Вот сегодня, слава богу, есть и школа, которая носит ваше имя. Скажите, у нас ведь очень много творческой молодежи, очень много талантливых детей. Значит, будущее есть и талантливые дети. И на сегодняшнем концерте 14-го числа, на юбилейном, услышите наших детей. Это действительно наше будущее. Но для того, чтобы это создать, вообще смотрите. Вот как-то Владимир Владимирович не один раз говорит, подчеркивает. Что надо вообще сказать людям талантливым и так дальше? Надо создать условия для развития их таланта. Таланты есть, но они, вот это главная мысль, они поставили те условия, в которых нельзя реализовать. Только дайте условия, чтобы они занимались по тем программам, которые и должны заниматься талантливые дети. Вот тогда мы получим высокопрофессиональные кадры, причем в юном возрасте. В 18 лет готовый профессионал. А сейчас им 18 лет, они думают, куда поступать. Вы еще являетесь учредителем конкурса народных обрядов «Живая культура». Я на сегодняшний день являюсь уже 5 лет профессором Российской академии музыки имени Гнестиных, который является в Москве. Все дело в том, что смотрите, для того, чтобы все это развивать, нужны условия талантам. И вообще то, что должны делать власти, создавать условия для талантливых детей. Ибо это наше национальное достояние. В чем все-таки уникальность, феномен кубанского казачьего хора? Мы побывали в более чем 50 государствах. Мы побывали на всех пяти континентах. Включая Америку Северную, Америку Южную, Латинскую, Мексику и так дальше. Такие части света, как Австралия, где мы были 4 месяца. Новой Зеландии, это ниже. Все европейские государства были в Индии, были в Батемале и так дальше. Были абсолютно везде. Это как бы с точки зрения географии. Почему принимаются? На сцене зритель должен чувствовать правду. Иностранцы, они чувствуют ту энергетику, которая идет из хора. Она на самом деле необычайной силой. Хор даже не поет вот эти самые минусовки, плюсовки. Не поет. Это просто преступление. Скажите, пожалуйста, у вас ближайший концерт в Краснодаре когда будет? Ближайший, это значит сегодня 14, 15, 16, 19 часов. Пожалуйста, приходите. А потом я скажу так. Потом, когда мы пройдем дальше, выступим в Москве, потом мы еще, мы непременно, сказать, в рамках нашего 205-летия, мы непременно, мы постараемся выступить во всех наших районах Краснодарского края. Это дело просто святое, поэтому, скажем, куда-то смотреть. Причем, знаете, мы сейчас не те люди, куда-то зарубежные, если еще в советское время это что-то такое было, экзотика. Вы знаете, ну ничего такого Европы, прямо Европы. Мы ее уже видели, видели, перевели. Она для меня не очень же интересна. Все эти места, причем, скажем, ну такие как бы Лувр и так дальше, все это видели, посмотрели и так дальше. Это жалко. А все остальное чего, смотреть на эти однополые браки и так дальше. Ну, если вы так и с ума сходите, дайте нам жить по нашей вере, по нашим законам. А вы делайте, хотите так делайте. Мы непременно проедем по всем районам Краснодарского края. Для наших дорогих земляков не спеть, ну это просто грешно. Мы, конечно, все это покажем. Понимаете, как же, это наша земля, это наша пуповина. О ней надо всегда помнить, мы дорожим. И поэтому, дорогие кубанцы, мне хочется пожелать всем вам, будьте счастливы, живите долго. А мы постараемся радовать вас нашим народным искусством. Спасибо вам огромное. Вам лично о долголетии, здоровье, хору процветания. Вы смотрели «Факты мнения», а у нас в гостях был Виктор Захарченко, профессор, композитор и руководитель кубанского казачьего хора. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok